Здравствуй, мой дорогой друг, и добро пожаловать на мое новое видео из рубрики Дневники разработчиков игры City Car Driving 2.0 Сегодня видео будет целиком и полностью посвящено автодрому и упражнениям на этом самом автодроме Первое упражнение — это горка на автодроме Горка — это возвышенность с уклоном в 12 градусов По всем требованиям мы должны заехать на высшую точку, остановиться, после чего аккуратно съехать Второе упражнение — Змейка Это упражнение, в котором нам потребуется совершить маневрирование по предельно плавной траектории, не задевая конусов Змейка — одно из самых интересных классических упражнений при подготовке к вождению в городе Постепенно повышаем ставки и переходим к знакомству с упражнением под названием «Разворот в ограниченном пространстве» Данное упражнение является одним из самых сложных, ведь в нем нужно чувствовать габариты транспортного средства Ну а после того, как мы освоим разворот в ограниченном пространстве, нам предложится сдать задним ходом в бокс Это упражнение закрепляет навыки маневрирования и помогает окончательно освоиться с габаритами транспортного средства Ну и финальным боссом будет являться параллельная парковка Это упражнение — своего рода проверка всех ваших навыков вождения, которые вы получили ранее Для большего погружения в процесс на автодроме будут находиться макеты автомобилей, которые будут имитировать настоящих участников дорожного движения Также разработчики в качестве приятного бонуса ответили на ряд вопросов от сообщества На вопрос о сохранении упора на соблюдение правил дорожного движения разработчики ответили следующее Да, они действительно считают, что ПДД — это одна из самых важных составляющих геймплея, и они стараются углубить взаимодействие игрока и ПДД На вопрос о звуках разработчики ответили то, что звуки из оригинальной City Car Driving, естественно, перенесены в игру и не будут Так как игра находится на движке Unreal Engine, и звуки будут абсолютно новыми На вопрос о дальнейшей судьбе первой части City Car Driving разработчики ответили следующее Она навсегда останется у игроков в том виде, в котором она находится сейчас Также разработчики не исключают возможности выхода небольших обновлений для оригинального City Car Driving, но сейчас все силы сконцентрированы на второй части игры На вопрос о поддержке Steam Workshop разработчики утвердительно ответили да, они хотят дать игрокам эту возможность, они хотят дать игрокам возможность устанавливать моды доступно и легко На вопрос о возможности гибко настраивать плотность трафика, количество пешеходов, погодные условия и так далее, как это было сделано в оригинальном City Car Driving разработчики ответили следующее Нет, мы стараемся дать новый опыт всем пользователям, поэтому пробуем другой подход Например, погода теперь динамичная, а о трафике разработчики расскажут чуть позже На вопрос о наличии мотоциклов в City Car Driving 2.0 разработчики ответили, что в раннем доступе их точно не будет Ровно так же, как и не будет в игре системы усталости, голода и так далее И на этом все, спасибо тебе огромное за внимание, спасибо, что ты нашел время для того, чтобы посмотреть это видео Я искренне надеюсь на то, что оно тебе понравилось Если это так, то поддержи данную рубрику лайком и подпиской на канал Ну а я с тобой прощаюсь с твоими лучшими пожеланиями, пока-пока и еще увидимся